Очень приятно быть здесь, с тобой. Это, конечно же, бессмертное, поистине бессмертное в этом пиле. Пиле, что ты думаешь о первом тайме? Мне нравится играть в Космоплай. Очень тяжело играть против команды, которая играет в Абанк. Это очень много. Иногда они возвращаются на 11 игроков назад, и они стараются сохранить результат плотным и быстрым таймом, потому что немного жарко. Может быть, сейчас во втором тайме они больше выходят вперед. Хорошо, я понимаю, что теперь ты кинозвезда, Пиле. Ты снял картину, не так ли? Да, мы сняли картину в Будапеште. И фильм должен выйти в прокат очень скоро. И мне повезло оказаться между самой большой командой в мире движениями и сценой. Я понимаю, что у тебя появился новый друг, снимающий эту картину, Сильвестр Сталлоне. Слай, не мог бы ты зайти на минутку и присоединиться к нам? Сильвестр Сталлоне. Так где же ты? Я был уверен, что тебя поставили в известность о том, что Рэй Хадсон, капитан Форт Лудердейла, известен как Рокки. Да, я встретил его вчера, и я подумал, что это своего рода совпадение. Я не знал. Я очень надеюсь, что они пройдут эту дистанцию и все такое. Но я так много узнал об этой игре и о том, как они играют на жаре, и обо всем остальном. А Форт Лудердейл играет в очень агрессивную игру, так что наблюдать за этим довольно интересно. А я был таким невежественным в этой игре вплоть до тех пор, пока не встретил Пиле около 18 недель назад. Не мог бы ты мне рассказать? Расскажи нам ту историю, которую ты рассказал ему на днях о том, как вы встретились в первый раз. Мой менеджер говорил, как только я ушел. Я играл в благотворительном матче против Филадельфии Филлис. И они спросили, как ты думаешь, сколько раз питчер мог бы бросить в тебя, а ты ни разу не попал бы по мячу. Я сказал, такой питчер, как Стив, бросил бы тебе тысячу мячей, ты бы не попал ни в один. Я всегда держал это в голове. Потом, когда я встретил Пиле, я спросил, как ты думаешь, сколько раз Пиле мог пробить пенальти и попасть в цель. Он говорит, что из тысячи раз он, наверное, получил бы около двух тысяч выстрелов. Я сказал, когда он пришел туда, я сказал, хорошо, я брошу ему вызов. Вот он и вышел на поле. Там была действительно грубая подача. Там был песок и все такое. И он не привык к этим тяжелым металлическим ботинкам времен Второй мировой войны, которые мы использовали в то время. Итак, я стою в воротах. У меня стучат колени и все такое, но я стараюсь держаться впереди и все такое, потому что у меня на кону немного денег. Вот он и бьет по мячу. Первый мяч пролетает над сеткой, а потом он бьет по мне. Он пинает второго и пролетает прямо мимо моих рук, проносится мимо сетки, над перекладиной попадает. А позади меня это здание. Это похоже на казарму для военнопленных времен Второй мировой войны. И это такая тяжелая металлическая сетка. Толстая. Такие вещи мне приходилось сдерживать. Грузовик пробивает сетку, вырывает окна, выламывает все рамы, въезжает в дом. И я сказал, что это могло быть мое лицо. Это могла быть моя челюсть, моя грудь, моя рука. Я сказал, с тех пор я сказал, большое тебе спасибо. Это все из-за тебя. Я буду видеть тебя рядом с моим лицом. Но он делает счастливой езду на автомобиле. Люди будут очень удивлены, потому что ты увидишь фильм. Он стал хорошим игроком. Серьезный и серьезный. Хорошо лови. Почему бы нам не посмотреть на него прямо сейчас в некоторых кадрах из фильма «Побег к победе»? Так называется фильм. Поехали. Очевидно, там балет. Но там же мяч, куда ты идешь. Как, по-твоему, это выглядит? Я выгляжу немного медлительным, не так ли? Это так. Это супер замедленная съемка. Кстати, это сделал наш друг. Наш коллега Роберт Ригер режиссировал эти эпизоды, не так ли? Роберт Ригер проделал блестящую работу по освещению балладных качеств футбола, о которых люди не догадываются. Мяч летит со скоростью около 100 миль в час, а эти игроки бегут почти на полном ходу. Когда ты замедлишь его, ты увидишь координацию и то, что требуется для манипулирования этим мячом по полю. Это полностью отличается от любого другого вида спорта, с которым я когда-либо сталкивался, и я испытываю просто огромное уважение. И ты по-настоящему не осознаешь гениальности Пеле, пока не увидишь, как он замедлился. Ты скажешь, как у кого-то может быть 800 скоординированных мышц одновременно. Это невероятно. Я немного боксировал и много играл в футбол. Но я никогда больше не сталкивался с таким видом спорта, который был бы таким, можно сказать, общепринятым, понимающим и в то же время ловким. Тебе нужен каждый карман. Тебе нужен интеллект, тебе нужна скорость, тебе нужна выносливость, и тебе нужно мужество. Я действительно очень уважаю эту игру. Ты же видишь, что я здесь большой любитель спорта. Вон Пеле делает удар ногой по велосипеду. Это потрясающе. Здесь все происходит так быстро, что кажется, что прошла микросекунда. Но когда ты видишь, как он замедляется, то понимаешь, что он делает в воздухе то, чего не могут сделать многие гимнасты. Он, наверное, единственный мужчина в мире, который может это сделать. И это просто. Смотреть на это было потрясающе. И я действительно считаю себя привилегированным. Это действительно гений спорта, гений спорта. Мы идем вместе. Я думаю, удар велосипеда действительно трудно разглядеть. Ты видишь весь чемпионат. Когда-нибудь ты увидишь один гол. Да, один удар велосипедом и один гол. Я слышал более полутора гола и только пять из этих ударов велосипеда. Так что ты можешь себе представить, насколько они редки. Они случаются примерно раз в тысячелетие. Джентльмены, я хочу очень поблагодарить вас обоих. Бейли, Сильвестр Сталлона, рад знакомству. Удачи вам в побеге к победе, который включает в себя футбольный матч между военнопленными и их нацистскими охранниками. Можно сказать аллегорично. Мы вернемся с основными моментами и другими вещами.